Я стираю себя. Россия запрещает ЛГБТ-пропаганду. Лучшие новости. Рейтер. Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди взрослых. Вашингтон пост. Россия продвигает закон против ЛГБТ-к, предусматривающий уголовную ответственность за так называемую гей-пропаганду. CNN. Россия's State Duma approves bill to ban LGBT-пропаганда. CNN. Госдума России одобрила законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды. BBC. Россия passes Answer to Blinken gay-пропаганда law. BBC. В России принят закон о гей-пропаганде. Ответ Блинкену. In November 2022, Russia's parliament passed a law that widened the prohibition of LGBT propaganda, banning any demonstration of LGBT behavior. В ноябре 2022 года, Российский парламент принял закон, расширивший запрет на пропаганду ЛГБТ, запретив любую демонстрацию ЛГБТ-поведения. According to Reuters, По данным Reuters, The law stipulates fines of up to 400,000 рубles, or 6,600 American dollars, for individuals and up to 5,000,000 rubles, or 82,100 American dollars, for legal entities. Foreigners could face 15 days of arrest and subsequent expulsion. Закон предусматривает штрафы в размере до 400,000 рублей, 6,600 долларов США для физических лиц и до 5,000,000 rubles, 82,100 долларов США для юридических лиц. Иностранцам грозит 15 суток ареста и последующее выдворение. The video-sharing app TikTok was fined 3,000,000 rubles last month for promoting videos with LGBT themes. Russian publishers are now forced to remove all books that contain LGBT propaganda. В прошлом месяце приложение для обмена видео TikTok было оштрафовано на 3,000,000 rubles за продвижение видео на LGBT тематику. Российские издатели теперь вынуждены удалять все книги, содержащие пропаганду LGBT. Same-sex couples now fear that the state may take away their children. Legal experts say the vagueness of the bill's language gives room for law enforcers to interpret them as broadly as they wish. Однополые пары теперь опасаются, что государство может забрать их детей. Эксперты по правовым вопросам заявили, что расплывчатость формулировок законопроекта дает возможность правоохранительным органам интерпретировать их настолько широко, насколько они того пожелают. Рудольф Нуреев был татарский балет-данцер, хореографер и гей-икон, born in the Soviet Union. Он создавал свои интерпретации многих классических works, including Swan Lake. Рудольф Нуреев был татарским артистом балета, хореографом и гей-иконой, родившимся в Советском Союзе. Он произвел свои собственные интерпретации многочисленных классических произведений, в том числе «Лебединое озеро». Петр Чайковский, among other composers and cultural figures, have contributed to Russia's rich cultural heritage. However, there is a risk of Russia banning or censoring these works, simply because they were created by a queer artist. Петр Чайковский среди других композиторов и деятелей культуры внес свой вклад в богатое культурное наследие России. Однако, существует риск того, что Россия запретит или подвергнет цензуре эти работы просто потому, что они были созданы квир-художникам. Монолог в знак протеста против этого закона. Я стираю себя. Я еще глубже прячусь в шкафу. Я эрase myself. Я хожу еще глубже в шкафу. Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Сегодня я получил письмо. Здравствуйте. Меня зовут Никто. Я особенный человек с очень особенным мировоззрением и образом жизни, музыкальными и другими усами и пристрастиями, которые не разделяют те люди, которые живут со мной рядом. Hello. My name is Nobody. I'm a special person with a very special outlook and lifestyle, musical and other tastes, and passions that are not shared by the people who live next to me. Один мой сосед любит играть в футбол, и он на каждом шагу кричит об этом. На нашей улице живет очень много людей, которые любят играть в футбол. Но я не люблю играть в футбол. Я люблю балет, бальные, народные и латиноамериканские танцы. Хабанеру, румбу, бачату, болеро, бразильскую самбу, колумбийскую кумбию, кубинскую мамбу, румбу, диабладу, сальсу, ча-ча-ча, мамбу, ламбаду, зук, кизомбу, меренге, хастал, аргентинская танго, вальстанга, ригетон, посадобль, джайву. One of my neighbors likes to play soccer, and he screams about it at every turn. A lot of people live on our street who love to play soccer, but I don't like to play soccer. I love ballet, ballroom, folk, and latin dances. Абанера, румба, бачата, болеро, Brazilian samba, Colombian cumbia, Cuban mamba, rумба, диаблада, salsa, the cha-cha, mamba, lambada, zук, кизомба, меренге, хастал, аргентинская танго, вальстанга, регатон, посадобль, джайв. Мне нравятся характерные черты латиноамериканских танцев. Энергичные, страстные, зажигательные движения и покачивание бедрами. Платья дам, как правило, короткие, очень открытые и облегающие. Костюмы кавалеров также очень облегающие, часто, но не всегда черного цвета. Смысл таких костюмов показать работу мышц спортсменов. А еще я очень люблю играть на скрипке, на рояле и на арсе. Но я об этом никому не могу рассказать, потому что все мои соседи люто ненавидят балет, бальные латиноамериканские танцы, скрипку, рояль, арфу и другие музыкальные инструменты. Они любят только барабаны и духовые инструменты. Недавно я узнал, что в моей стране хотят запретить музыку, танцы и балет. Я никак не могу понять, почему они ненавидят так сильно все, что я очень сильно люблю и без чего я не могу жить. Из-за этой ненависти к любителям балета, музыки и танцев, я пережил физическое и психологическое насилие. Я пытался совершить цензура три раза. Законопроект о запрете пропаганды балета, музыки и танцев усилит, на мой взгляд, агрессию и насилие по отношению к любителям балета, музыки и танцев в моей стране. У нас появятся трудности во взаимодействии с административными, культурными и даже медицинскими учреждениями. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok